Приветствую друзья, на сегодняшнем занятии у нас речь пойдет как ввести таблицу руководителю отдела продаж, как анализировать продажи по менеджерам и как выявлять наилучшие площадки, наилучшие менеджеры и соответственно соединять их и получать тем самым увеличение продаж. Представим идеальный пример, допустим у нас есть база, обратите внимание, что у нас здесь случайным образом выиграется менеджер 1, менеджер 2, менеджер 3. Далее соответственно также генерируется дата, продукт, цвет, цена, да если цена у нас была, значит продаж состоялась, телефон и источник откуда пришла заявка. Самый идеальный конечно вариант для нас это когда данные находятся в одной таблице, очень удобно анализировать, мы заходим в данные, создать сводную таблицу, создаем ее на новый лист и к примеру, если нам нужно найти лучшего менеджера, мы выбираем стройки, в значении добавляем цену, да и соответственно здесь выбираем за место количество сумм, да сразу у нас становится понятно, что менеджер 2 у нас работал лучше всего и по тому же принципу можно добавить еще в столбцы площадки, источники. Вот, таким образом мы можем видеть разрез по каждому менеджеру, по каждому источнику, тем самым да, четкий анализ, да, по нему. Вот, в чем минус такое формирование базы, в том, что если у нас несколько менеджеров, да, не затруднит, я думаю, никого там за место менеджера 2 поставить менеджер там 1, да, и соответственно или сбить кому-то цену, или кому-то что-то сделать, да, то есть нет возможности защитить определенную строку от каждого менеджера. Вот, именно поэтому нам приходится делать систему, да, учета, которая будет соединять все таблицы менеджеров, да, в данном случае у нас их будет 3, в одну общую базу, где это все будет анализироваться. Для того, чтобы это сработало, нам необходимо сделать следующее. Данная таблица у нас будет для менеджера 1, соответственно, далее нам нужно создать копию, назовем ее менеджер 2, вот, и, соответственно, следующую копию назовем менеджер 3. Таким образом у нас появилось 3 таблицы, которые мы в дальнейшем будем анализировать, соответственно, в таблице для руководителя отдела продаж. Так, менеджер 3, копируем, вставляем вниз. И все эти данные теперь можно преобразовать значения, чтобы они не пересчитывались. Это Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. И, соответственно, так кажется, в таблице. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Так, окей, здесь у нас значение, здесь значение, и, соответственно, здесь значение. Теперь нам необходимо создать новую таблицу, выбираем создать таблицу, и называем ее, соответственно, ROP. Да, или можно написать руководителя отдела продаж. В эту таблицу у нас будут подтягиваться все данные, там, неважно, по 20, по 30, да хоть по 50 менеджерам, да? Руководитель отдела продаж. Окей, вот. Первый функций, который мы напишем, это, конечно же, функция ImportRange. Далее выделяем ключ таблицы. Ключ таблицы у нас находится между слэш д, да, до слэш эдит. Вот, после чего указываем диапазон. Да, если у нас есть первый, не обязательно указывать, какой именно, а один, допустим, G, открытый диапазон, пишем A1, точка G. Вот, и, соответственно, первый функций у нас готов. Ждем пророски. Да, данные загружаются. Первый есть. Теперь второй. Соответственно, для того, чтобы был второй, нам нужно отсюда взять ключ таблицы. Вот здесь он уже у нас есть. Круто. Берем и, соответственно, меняем ключ таблицы. Запускаем. У нас пошла загрузка. Да, открываем доступ. И, соответственно, то же самое делаем с третьим менеджером. Также берем, заходим, берем ссылку на таблицу, вставляем, берем ключ таблицы с флэш-д до флэш-эдит. Вырезаем. И это все дело делаем в таблице 3. Таким образом, у нас получилось три таблицы для импорта, которые мы сейчас будем объединять через литеральный массив. То есть, у нас будет одна общая таблица. Для этого мы берем данную фондцию для второго менеджера, заходим в первого менеджера и открываем фигурные скобки. Да, фигурные скобки. Дальше пишем точку с запятой. То есть, у нас пойдет сейчас массив. И закрываем, смотрим результат. Да, то есть, если мы опустимся в янице, мы видим, что у нас появился менеджер 2. Далее, соответственно, нам необходимо сделать ссылку по менеджеру 3, также добавить в массив. Таких ссылок может быть до 50 штук. Да, все будет работать корректно. В зависимости, опять-таки, от размера таблиц. И получаем результат. Окей. База у нас получилась. Если мы сейчас все прокрутим вниз, то мы увидим, что перед менеджером 2 у нас есть ненужные строки. Да, допустим, такие как дата, продукт и так далее. Вот, у нас есть функция, которая называется функция query. И, к примеру, давайте возьмем эту менеджеру. Сделаем кусок пустых. Да, и здесь то же самое. Вот, то есть, в эти дни там он или не работал, или находился где-то в другом месте. Да, таким образом у нас получилась такая разорванная база. И если строить из этой базы сводную таблицу, ничего хорошего из этого не выйдет. Далее, прописываем функции query. Функции query у нас работает с массивами. Вот, и сейчас пропишем пару кляус или запросов, да, которые нам помогут в этом разобраться. То есть, select звездочка обозначает, что мы будем брать все запросы. Да, и соответственно, каждый запрос лучше разносить на новую строку. Допустим, select. Так, так, так. Вот, дальше напишем, что если у нас в столбце один, да, есть, допустим, пустые строки, тогда их убрать. Да, это будет из not know. То есть, не брать пустые. Да, и у нас она автоматически подтянется и сгруппируется. Плюсом ко всему у нас еще есть кривая дата, да, которую мы также можем исправить, написав формат кляузу, формат call2 и далее, соответственно, указать формат, который нам привычен dd, mm, да, видим, дата у нас поменялась и теперь нам осталось понять, кто из менеджеров, да, самый лучший. Это также можно сделать при помощи агрегирования. Да, через функцию query мы это сделаем через сводную таблицу, потому что сводные таблицы здесь обновляются при изменении данных, что очень важно понимать, в отличие от того же Excel. Называем его аналитиком, называем аналитиком, вот, и здесь, соответственно, что мы делаем? В стройке мы добавляем менеджеров и значение добавляем и значение, соответственно, добавляем цену. Вот, соответственно, теперь мы можем понимать, да, по какому менеджеру у нас как конвертировался трафик, если, допустим, нужно только по источнику посмотреть, да, мы видим, что у нас самые лучшие были с гугла, да, самые конвертированные, и, соответственно, если мы добавим лучшего менеджера и лучший источник, да, то есть пересадим его на него, уровень продаж у нас возрастет. На этом все, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, впереди будет еще много полезных видео по Google таблицам. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok